Я приехал в Израиль с единственным посланием. Вы не одиноки. Вы не одни. Пока существует США, а мы будем существовать всегда, мы всегда будем с вами. Самое главное, что я знаю, результат террористического нападения на народ этой страны оставил глубокую рану. Более 1300 невинных израильтян, в том числе по меньшей мере 31 американский гражданин, были убиты террористической группировкой «Хамас». Сотни-сотни молодых людей на музыкальном фестивале. Фестиваль был посвящен миру, и они бежали, спасая свои жизни. Десятки невинных людей, младенцы, престарелые бабушки и дедушки, израильтяне, американцы, заложники, дети, убитые младенцем, целые семьи истребленные, изнасилования, обезглавленные тела, сожженные заживо. Эти зверства напоминают нам самые страшные злодеяния Игил, Игил, который выплеснул на мир абсолютное зло. Это невозможно рационализировать или оправдывать. Эта жестокость, которую мы увидели, она глубоко ранила бы любого человека, в любой точке мира, но здесь, в Израиле, это рано еще глубже. 7 октября был священно-еврейский праздник, и он стал самым смертоносным днем для еврейского народа со времен Холокоста. Обнажил болезненные воспоминания и шрамы, оставленные тысячелетним антисемитизмом и геноцидом еврейского народа. В прошлый раз мир знал, что происходило, наблюдал за этим, но ничего не сделал. В этот раз мы не будем стоять в стороне и бездействовать ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Тем, кто живет в неопределенности, отчаянно ожидая узнать о судьбе близкого человека, особенно семьям заложников, я хочу сказать, что вы не одиноки. Мы работаем с партнерами по всему миру, по всему региону, используя все возможности для возвращения домой тех, кто находится в плену у Хамаса. Я не могу вдаваться в подробности, но хочу заверить вас, что для меня, как для американского президента, нет более высокого приоритета, чем освобождение и безопасное возвращение всех этих заложников. Те, кто скорбит по ребенку, родителю, супругу, брату, сестре, другу, я знаю, что вы чувствуете, что в груди у вас сейчас черная дыра, в которую вас засасывает горе, угрызение совести, гнев. Может быть, вы теряете веру в Бога. Вы смотрите на пустые стулья. Первый шаббат без них. Это повседневные мелочи, по которым скучаешь больше всего. Запах, когда вы открываете дверцу шкафа, утренний кофе, который вы пили вместе. Его улыбка или фотография ребенка. Для тех, кто потерял близких, я хочу сказать следующее. Они никогда не уйдут по-настоящему. Ваша любовь к ним и их любовь к вам останется навсегда. Они всегда будут направлять ваши мысли и действия. Когда вы сможете вспоминать их с улыбкой вместо слез, тогда наступит и смирение, и принятие. Именно это даст вам стойкость, чтобы увидеть свет в самые темные часы. Террористы рассчитывают на то, что они смогут сломить вас. Но они этого не сделали и никогда не сделают. Вместо этого мы стали свидетелями невероятного героизма. Мужество, проявленное в заботе друг о друге. Соседи укрывались вместе в кибуцах. Открывали двери своих домов, чтобы спрятать выживших. Солдаты, бросавшиеся на помощь, гражданские медики, спасательные операции, которые проводились. Даже медики, которые были не на службе, но находились на музыкальном фестивале, помогали, прежде чем самим стать жертвой. Добровольцы извлекали тела погибших, чтобы семьи могли похоронить своих близких в соответствии с еврейскими традициями. Резервисты, не задумываясь, оставили свои семьи. Некоторые даже покинули медовый месяц или учебу за границей. Государство Израиль родилось для того, чтобы быть безопасным местом для еврейского народа. Именно для этого оно было создано. Мы давно говорим, что если бы Израиля не существовало, нам пришлось бы его изобрести. И хотя сегодня это может казаться не так, Израиль должен снова стать безопасным местом для еврейского народа. Я обещаю вам, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это произошло. 75 лет назад, всего через 11 минут после его основания, Соединенные Штаты стали первым государством, признавшим Израиль. Мы стояли с вами с тех пор, плечом к плечу, и мы будем продолжать это делать и сейчас. Моя администрация находилась в тесном контакте с вашим руководством с первых минут нападения. Мы предоставим вам все необходимое для защиты. На протяжении десятилетий мы обеспечивали качественное военное превосходство Израиля. И в конце этой недели я обращусь к Конгрессу с просьбой предоставить беспрецедентный пакет мер по поддержке обороны Израиля. Мы будем продолжать полностью обеспечивать железный купол. Мы продолжим стоять на страже израильского неба, спасая жизни израильтян. Мы перемещаем американские военные активы в регионе, включая авианосную ударную группу USS Ford в восточной части Средиземного моря, а также USS Eisenhower, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию против Израиля и предотвратить распространение этого конфликта. Мир будет знать, что Израиль силен как никогда. И мое послание любому государству или любым другим враждебным силам, помышляющим о нападении на Израиль, остается таким же, каким было неделю назад. Не делайте этого. С тех пор, как произошел этот теракт, его сравнивали с терактом 11 сентября в Америке. Но если иметь в виду процент населения, на которое это повлияло, события в Израиле нанесли урон примерно в 15 раз больше. Масштаб может быть другим, но я уверен, что эти ужасы затронули в Израиле некое первобытное чувство, как и в Соединенных Штатах это было. Шок, боль, ярость. Всепоглощающая ярость. Я понимаю, и многие американцы понимают это. Но вы не можете. Вы не можете видеть то, что произошло здесь с вашими матерями, отцами, бабушками, дедушками, сыновьями, дочерями и не взывать к правосудию. Правосудие необходимо. Но я предупреждаю, не позволяйте ярости поглотить вас. После событий 11 сентября мы в США тоже были в ярости. Хотя мы и добились правосудия, мы также совершали ошибки. Я первый президент США, посетивший Израиль во время войны. Я сам принимал решения в военное время. Я знаю, что выбор никогда не бывает ясным и легким для руководства. Всегда есть какие-то жертвы. Но для этого нужно быть взвешенным. Нужно задавать очень трудные вопросы. Нужно четко представлять себе цели и честно оценивать, достигнет ли поставленных целей тот путь, по которому вы идете. Подавляющее большинство палестинцев не являются членами Хамаса. Хамас не представляет палестинский народ. Хамас использует ни в чем не повинные семьи в Газе в качестве живого щита, размещая свои командные центры, оружие и коммуникационные туннели в жилых кварталах. Палестинский народ тоже очень страдает. Мы, как и весь мир, скорбим о гибели ни в чем не повинных палестинцев. Я был возмущен и опечален огромной гибелью людей вчера в больнице в Газе. Судя по информации, которую мы получили на данный момент, это произошло в результате неудачного запуска ракеты, осуществленного террористической группировкой в Газе. США безоговорочно выступают в защиту жизни гражданского населения во время конфликта. И я скорблю, я искренне скорблю о семьях, которые погибли или получили ранения в результате этой трагедии. Жители Газа нуждаются в пище, воде, лекарствах, жилье. Сегодня я прошу израильский кабинет министров, с которым я встречался сегодня утром, согласиться на доставку жизненно важной гуманитарной помощи гражданскому населению Газе при понимании того, что будут проводиться проверки, что помощь должна идти гражданскому населению, а не бесконтрольно. Готовы ли они предоставить помощь? Позвольте мне внести ясность, что если Хамас перенаправит помощь не туда, куда она предназначалась, это еще раз продемонстрирует, что Хамас не волнует благополучия палестинского народа. С практической точки зрения это лишит международное сообщество возможности оказывать эту помощь. Мы уже сейчас тесно сотрудничаем с правительством Египта, ООН и другими ведомствами и агентствами, такими как Всемирная программа ООН, другими партнерами в регионе, чтобы как можно скорее обеспечить движение грузовиков через границу. Отдельно я попросила Израиль потребовать, чтобы Международный Красный Крест имел возможность посещать заложников. Я только что распорядился, чтобы США оказали полную поддержку этому. Сегодня я также объявляю о новом финансировании, предоставленном нами на гуманитарную помощь в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан в размере 100 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона перемещенных лиц в результате конфликта, включая чрезвычайные нужды в Газе. Вы еврейское государство, но вы также являетесь демократическим государством. Как и США, вы не живете по правилам террористов, вы живете по правилам закона. Когда конфликт носит справедливый характер, вы живете по правилам войны. Нас отличает от террористов то, что мы верим, в основополагающее достоинство каждой человеческой жизни. Эрзорентянина, палестинца, араба, еврея, мусульманина, христианина, любого человека. Нельзя отказываться от того, что делает тебя тем, кто ты есть. Если вы откажетесь от этого, то террористы победят. А мы не можем этого позволить. Вы знаете, что Америка – это триумф веры, решительной стойкости, победа над невозможной болью и потерями. И Израиль тоже. Вспомните 7 октября. Еврейский праздник. Мы читаем о смерти Моисея. Трагическая история глубокой утраты целого народа. Смерть, которая могла бы оставить в сердцах всего народа беспомощную безнадежность. Но Моисей умер, а память о нем, его послания, его уроки, продолжают жить в поколениях еврейского народа. И точно так же, как память о близких будет жить. Читая историю смерти Моисея, те, кто соблюдает праздник, начинают читать Тору с самого начала. История создания. Она напоминает нам о двух вещах. Во-первых, когда мы падаем, мы снова поднимаемся и начинаем снова. И второе, когда мы сталкиваемся с трагедией и утратой, мы должны вернуться к началу и вспомнить, кто мы есть. Потому что все мы люди, созданные по образу и подобию Божьему, с достоинством, человечностью, с целью нести свет в мир. Вы вселяете надежду и свет в стольких людей по всему миру. Это то, что террористы стремятся уничтожить. Это то, что они хотят уничтожить, потому что они живут во тьме. Но не вы, не Израиль. Сознательные страны, такие как США и Израиль, оцениваются не только благодаря той силе, которую они обладают. Нет, мы подаем пример. Именно поэтому, как бы нам ни было трудно, мы должны продолжать добиваться мира, пути, чтобы и Израиль, и палестинский народ могли жить в безопасности и с достоинством. Для меня это означает решение о двух государствах и продолжение работы по интеграции Израиля с соседями. Эти теракты только укрепили мою приверженность и решимость, а также волю к достижению этой цели. Я здесь, чтобы сказать вам, что террористы не победят. Победит свобода. Поэтому хочу закончить на том, с чего я начал. Израиль, ты не один. США стоят с вами плечом к плечу. Я уже рассказывал эту историю, расскажу еще раз. Моя первая встреча с премьер-министром Израиля 50 лет назад, когда я был молодым сенатором. Я встретился с Голдой Меир в ее кабинете. А рядом со мной сидел парень, который впоследствии сам стал премьер-министром, как раз перед войной судного дня 1973 года. Он тогда переворачивал карты, рассказывал мне о том, как все плохо, как все ужасно. А вдруг она посмотрела на меня и сказала, что хочет со мной сфотографироваться. Мы вышли в коридор. Прошли по коридору. Дошли до места, где было много фотографов. Мы стояли там плечом к плечу. И она, не глядя на меня, спросила, почему вы выглядите таким обеспокоенным, сенатор Байден. И я сказал, конечно, я обеспокоен. А она посмотрела на меня и сказала, не волнуйся, сенатор. У нас, израильтян, есть секретное оружие. Дело в том, что нам больше некуда идти. Поэтому сегодня я говорю всему Израилю, США тоже никуда не денутся. Мы будем стоять с вами плечом к плечу, поддерживать вас в эти темные дни и будем идти рядом с вами в грядущие хорошие дни. Ведь они придут. Как вы говорите на иврите, я не буду пытаться сейчас говорить на иврите, потому что я ужасный лингвист. Скажу по-английски. Народ Израиля живет и будет жить. Израиль будет безопасным, надежным, еврейским, демократическим государством. Сегодня, завтра и всегда. Да хранит Господь всех, кто работает ради мира. Храни, Господь, тех, кто все еще находится в опасности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.